Ухтамский, Доминанта Кажется, нужно сегодня обязательно. Я надеюсь, у нас получится все, что мы запланировали. Несколько времени назад на канале я опубликовал по русскому космизму некоторую интро, я так называю, вступительную статью, посвященную как раз разным подходам по космизму. И вот после Ухтамского, конечно, я очень хочу рассказать о Сухово Кобылине, потому что это уникальный персонаж. Мы его знаем как драматурга, но на самом деле более это философ, причем очень глубинный, глубокий философ. И когда мы говорим о фантастике, о современной фантастике, очень многое из того, что мы сейчас понимаем как фантастика, описывал он. Только он описывал это немножко в другом восприятии, в другом понимании довольно любопытно. Ну а сегодня, конечно, наш герой, которым мы уже давно планировали сделать передачу, посвящен не только этому роду, но и территории, с которой я тоже напрямую связан. Для меня, конечно, это очень близко, потому что это моя родовая территория. Нет, 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 имеется в виду только территория. Итак, князья Ухтомские. Ухтомские, ударение на первый слог, это княжеский род, это Рюриковичи. На самом деле, это ответвление князей Белозерских, которые идут от князей Ростовских. И если мы берем, допустим, князей Ухтомских, это потомки Рюрика от 862 года, из гербовника от Павла I. Он когда-то предложил гербовник, это четвертая часть, третий том, там описывается как раз. И этот род был внесен в бархатную книгу с точки зрения родословных князей Ухтомских. Ну, на самом деле, род, конечно, довольно давний, древний, сложный, весьма непростой с точки зрения их отношений. Но самое интересное, мне посчастливилось общаться с несколькими выходцами довольно известных родов, европейских. И я каждый раз очень сильно удивлялся. Они стыдятся, им стыдно, им совестно каждый раз, ну, даже прямо или косвенно на это намекать. То есть вот их происхождение их немножко напрягает. Я также очень хорошо знал наше второе дворянское общество, где там князей, графов давали разным людям и так далее. Как-то раз я был на передаче вместе с одним графом, он певец известный, но ему дали графский титул, потому что хорошо полет. 90-е годы были, и я как-то так с юмором к этому относился. Но просто на самом деле, нет, он тоже не кичился, но он же принял этот диплом. Значит, все-таки диплом графа, диплом, да, это уже о чем-то говорит. Вот, с точки зрения аристократов, а здесь мы имеем дело действительно с аристократами, с Рюриковичами, это особая история, допустим, тот же самый адмирал Леонид Андреевич Ухтамский, да, который, контр-адмирал, довольно известный был персонаж, вот, Павел Петрович Ухтамский, то есть, ну, их на самом деле было довольно много, и если мы вспомним 1752 год, был даже такой Федот Иванович Ухтамский, вице-сержант, который по указу Елизаветы Петровны был как раз пожалован в дворянское достоинство, с выдачей диплома на дворянство. Кстати, обратите внимание, вице-сержант, да, какое звание было суровое. Ну, тоже было довольно все сложно, и для нас очень непонятно, потому что, кто такой нынешний сержант, то, что это было в 52-м году. Вот, но на самом деле, если мы возьмем батюшку Алексея Алексеевича Ухтамского, Алексей Николаевич Ухтамский родился 1 ноября 1842 года в Асламе Рыбинского уезда Ярославской губернии и получил образование в морском кадетском корпусе, как и свой батюшка, то есть это морское. Кстати говоря, город, который я с любовью называю Яхтиополь, это Рыбинск, вот, он связан еще с одним известным адмиралом, это как раз, я думаю, что многие из вас знают, но самое интересное, очень недавно только открыли, что, оказывается, Ушаков напрямую связан с Рыбинском. А связано напрямую. И, действительно, вот год назад я был у них в музее, мы вечером приплыли в этот город, мой родовой город, и мне было очень приятно, когда они стали рассказывать по поводу него, что они открыли это, и это, конечно, подвижничество, то, что они делают, возрождение некоторое, но на самом деле удивительно. Но есть еще один момент, который очень сильно перекликается с Ухтамскими, с князьями. Если вы посмотрите Андреевский флаг перекрещенный, да, две синих полоски крест-накрест, и посмотрите на герб Пашихони, вы увидите там две зеленых полоски условных, перекрещенных также. И вот получается так, что эти два символа оказались очень взаимосвязаны с флотом, с русским флотом, хотя, конечно, Рыбинск, да, и Пашихони, которые находятся весьма дальше, если мы помним наши северные анекдоты когда-то про Чукчи и так далее, до революции это были анекдоты про пашихонцев. Это один в один повторение, просто пашихонцы считались очень причудливыми персонажами, но в Европе есть такие же персонажи, бельгийцы. Ну, классический бельгийский анекдот, француз спрашивают у бельгийца, скажи, у меня поворотник на машине работает? Он говорит, работает, не работает, работает, не работает, работает, не работает. Ну, условно говоря, вот такая вот история. То есть это вот привлекательно очень похоже было, потому что Пашихония считалась это вообще какое-то захолустье, где-то далеко, очень сильно непонятно, и там люди совсем одичалые и своеобразные. Но на самом деле не совсем так. И возвращаясь непосредственно к батюшке Алексея Алексеевича, он служил на Балтийском флоте, но немного недолго, ушел в чине Мичмана. Ну, Мичман нынешний это младший лейтенант. То есть не нужно считать, что Мичман это как бы минимальное звание без высшего образования, тогда немножко по-другому все это обозначало. Это маленькая звездочка на подгонах. И, соответственно, получив часть имения отца в Рыбинском, Пашихонском уездах, он становится землевладельцем. Ну, и вот родовая усадьба в Исламе, откуда все это пошло. И там он, в принципе, был мировым посредником, депутатом дворянства, членом дворянской опеки, почетным мировым судьей. Даже был орден святого Владимира четвертой степени полученным. Но дело немножко не в том, просто иногда хороший военный бывает не очень удачным землевладельцем. Такое бывает часто, и отец у него как-то не сильно в этом плане преуспел. Ну, а сам наш с вами сегодняшний герой появился на свет 13 июня 1875 года в родовом селе Вослама, Рыбинского уезда, в родовом поместнике Князи Ухтовских, повторюсь, Рериковичи. Это, извините, все-таки род довольно специфический. И для меня по сей пору удивительно, как Алексей Алексеевич, наш замечательный советский ученый, не был расстрелян в 21 году. Тогда, когда расстреливали многих по красному террору. Тем более там сам Бог велел, потому что и Рюрикович, и Князь, и вообще, ну вот, ему повезло. Была такая история. Николая Степановича Гумилева расстреляли. По доносу, да, там, конечно, он сам постарался в некотором плане. Ну, я бы сказал, по глупости, потому что можно было этого избежать. Но он любил правду, он любил честно себя вести. Но там не было никакого заговора совершенно. Что можно было ожидать от Николая Степановича Гумилева? Хотя Анна Ахматова, помните, потом, когда сына ее совместного с Николаем Степановичем посадили. Иван Николаевич писал такие стихи. Темные летят недели, что случилось, не пойму. Почему сынок в тюрьму ночью темные глядели? Это вот как раз про эту самую историю, потому что там складывалось все немножко по-другому. С ухтомскими немножко, казалось бы, попроще. Итак, отец отставной военной Рюриковичи, прямой потомок Юрия Долгорукового в 23-м колене, если брать буквально. То есть, все-таки, наверное, это довольно интересно. Мать урожденная Анфимова. Ну, и было несколько сиблингов. Братья и сестры. Сестры Марии и Елизавета и старший сын Александр. Впоследствии он стал епископом. Епископ Андрей. Ну, потом в 37-м году, разумеется, его расстреляли. Была такая история. Но два сына ухтомских в этом роду стали священниками. На самом деле, это тоже было очень важно, потому что князья, которые немножко стали уходить чуть-чуть в другую сферу. Это было очень интересно. И о ухтомском, наверное, я отдельную лекцию прочитаю о его личной жизни. Я всегда стараюсь очень мало рассказывать о личной жизни людей, потому что как будто бы ты вторгаешься куда-то в очень нехорошее. Но, с другой стороны, здесь есть очень важный момент. Ухтомский сам по себе был очень непростым человеком. И его личная жизнь – это пример для того, чтобы другие в определенной степени делали некоторые выводы, как правильно или как они считают целесообразным вести себя в своей жизни. Мне даже Алексей Алексеевич напоминает больше моего любимого Сирена Киркегора. Помните, главная отдельная лекция «Сирена Киркегора. Романтический рыцарь экзистенциализма». Датчане его боготворят, но я не уверен, что они его читают. Боготворить не означает, что читать. А биография его весьма специфическая. И когда-то с Александром Пушным на радиомаяк мы как раз обсуждали эту тему по поводу Киркегора. Когда я рассказывал о биографиях разных психологов, мы немножко там шутили в отношении него, потому что человек, который условно сбежал со своей собственной свадьбой. Ну, не со свадьбой он сбежал, но там история своеобразная. Алексей Алексеевич бежал от свадьбы очень долго и, слава богу, не добежал. Но дело немножко в другом. Это был его выбор. Его выбор очень серьезный и очень непростой. Я даже больше мог сказать, потому что в его биографии вот есть у него несколько книг, несколько из них я купил в историческом музее города Рыбинска. Вот как раз и удивительно количество экземпляров выпущенных этих книг у меня на самом деле уникальные экземпляры. Я этим горжусь, потому что то количество экземпляров, которые там указаны, означает одно, что это автоматический раритет. Хотя, с другой стороны, страшно, потому что Ухтамского у нас печатают довольно мало. И когда-то моя ярославская коллега Ольга Ефимовна Хабарова, когда упоминала Ухтамского, я приехал 20 лет назад к ней на конференцию Ярослава и сказал, что мы все уважаем Ольгу Ефимовну, но я вынужден констатировать то, что она занимается эзотерикой. Вы видели лицо, как она вспылила, как она посмотрела на меня так вот, а я потом объяснял, что на самом деле эзотерика – это знание не для всех, просто этих книг нигде не достать. Эзотерика не означает мистика, это означает только то, что этих книг нигде не найти. И она ссылается на то, что в принципе является раритетом. И тогда я говорил о том, что эти книжки нужно распространять, чтобы люди их читали. На самом деле это важно. знание, оно должно обязательно передаваться. Вот два дня назад на выступлении перед студентами я рассказывал даже… был такой опыт еще в Берлине, мы как-то познакомились с одним моим коллегой, ну как коллегой там… издателем, условно говоря, издателем, дальше не буду говорить. И как-то вот разговорили, что нужно, наверное, опубликовать и Геббельса тоже. И он решил это сделать. И у нас в стране был жуткий шум на эту тему. Как можно вообще это святотатство, это вообще вред, это вред, это нельзя, это категорически нельзя. И было очень много таких вот серьезных проблем. Я по сей пор очень жалею, потому что когда люди прячут знания, то, что они скрывают, остальные начинают воспринимать как сакрарины. Это самое страшное. Знания прятать нельзя. Когда люди прячут знания, народ тупеет. Нужно знания показывать. То, что мы прячем, обречено на повторение. Геббельс не был оригиналом. У него были прекрасные учителя. Но доктор Йозеф Геббельс, дважды доктор, между прочим, у него в две ученых степени было. Вот, да, своеобразно у него был такой вот внешний вид, я бы сказал, архитичный несколько, но дело немножко было в другом. Он отнюдь не был глупцом. Я бы даже сказал больше. Что он очень многие вещи прекрасно понимал. Не был бы он министром пропаганды, да, Рейха, Третьего Рейха. Вот. А в данном случае, когда мы прячем эти знания, мы обречены на то, что нами будут манипулировать так же, как он манипулировал. Вот к чему я это все говорил. Поэтому, конечно, я был как-то опечален вот этой глупостью людей, потому что, ну, на мой взгляд, это очень странно. Вот. Я не проповедую нацизм или фашизм, но я просто объясню, что знания скрывать нельзя. Знания должно быть понятным и знакомым, для того, чтобы мы не попадались в эти ловушки. Если мы будем это знать, мы будем понимать, как это работает. Если мы не будем этого знать, мы пропадаемся снова и снова туда же. Вот. В этом вся проблема. Ну, такая вот история. Ну, что же, возвращаемся непосредственно к нашему главному сегодняшнему персонажу. Итак, Алексей Алексеевич, ну, понимаете, в роду у них была, ну, как бы мы сейчас сказали, немножко такая депривация легкая. Ну, получалось так, что отношения между родителями и детьми были довольно сложными. То есть, в целом, родительских отношений толком не было. То есть, получалось так, дети рождаются, их нужно было передавать на воспитание. Это указывало на то, что несколько формальное, а может быть, слишком серьезное отношение к воспитанию детей было. И вот с Алексеем Алексеевичем, кстати, мне это тоже напоминает немножко, хотя вот такая похожая тематика, вот отдельная лекция у меня была посвящена отцу и сыну Андрееву, Леониду и Даниилу Андрееву. С Леонидом Андреевым там более сложная история. Этот талантливейший, удивительный писатель, наш глубокий, очень глубокий писатель, имел, ну, как бы сказать, несколько попыток суицида. Потом он влюбился в женщину, которую действительно искренне полюбил. Получилось как-то все здорово и замечательно. Она забеременела, но она умерла при родах. На свет появился сын Леонид, Леонид Андреев. Он не принял этого сына. Появился на свет он в Берлине. И Леонид Андреев отдал сына своей сестре. И, соответственно, тетушка Леонида Андреева воспитывала его как мать. Такая своеобразная история. Отец никогда больше сына не принял. Это очень своеобразная история. Для меня этот род интересен тем, что в 93-м году я познакомился с супругой Даниила Андреева лично. Это было у нас на факультете, когда она пришла к нам и рассказывала о творчестве своего мужа, которого не стало в конце 50-х годов. То есть вот такая вот история. Она сгорела в квартире в Москве в 2000-м году. Считается несчастным случаем. Металлическая дверь, однокомнатная квартира. Очень сомнительно все это выглядит. Но официально считается несчастным случаем. Вот. Но дело не в этом. Я всегда, когда вспоминаю ее, я говорю, что я знаю, как выглядела настоящая Маргарита у Булгакова. Это очень похоже. Ну ладно. Перейдем немножко к теме нашей сегодняшней. Много отступления. Итак, Алексея передают на воспитание тетки, опять же, двоюродной сестры, ну, родной сестры, точнее, своего отца в город Рыбинск. И вот сестра отца, Анна Николаевна, была ему и воспитательницей, и спутницей, пока ее не стало в 1898 году. И Алексей учится в классической гимназии, и тетушка для него является базовым человеком, который для него крайне значим. Это тоже было очень специфично. Почему? Потому что, обратите внимание, что-то здесь с депривацией связано, да? Вот холодные отношения, сложные отношения. Очень много ответственности у людей этого рода. И, соответственно, нет прямых каких-то вот таких довольно открытых отношений, которые... Ну, когда-то я писал книжку «Проблемы отцовства в Российской империи», там и так далее, где описывал, как это все проявлялось. В Ухтамских совсем это вот. Вот. И, соответственно, что мы здесь видим? Мать, конечно, занималась больше делами, воспитанием детей не занималась. И, коли сына передали сестре мужа, то, наверное, так было и должно. И вот Алексей в целом общается с тетушкой. Она очень религиозна. Она одинокая, она самоотверженная, она довольно своеобразная, даже немножко, я бы сказал, причудливая в поведениях. Вот. А несколькими месяцами до того она похоронила мать и надеялась, что общение с племянником позволит ей обрести своего сына. Она понимает, что в Алексее она видит своего сына. И она начинает его привлекать к старообрядцам. Эта тематика очень своеобразная. Старший брат Алексея становится как бы новым обрядцем. А сам Алексей Алексеевич, он более старообрядец-поповец. Вот туда он потом пойдет. То есть это тоже была очень такая интересная тема, интересный выбор. Аскетизм, строгие правила жизни. Живут они в Рыбинске, улице Выгонная, одноэтажный дом. Там деду его князю Николаю Васильевичу Ухтамскому принадлежал. Кстати, сейчас этот домик стоит, он немножко напоминает. Ну, он видно, что это новодел, но все равно он остался. Это очень здорово. Даже сейчас, когда я описываю это, я вижу, где он находится. И для меня это все равно приятно, потому что это память у человека, который многое сделал для этого города, и не только для этого города, для стран. А улица сейчас называется улица Ухтамского. Ну, бабушка, тетушка его была такая смиренная, и он писал, что она дала возможность ему видеть, как обогащается и оплодотворяется жизнь, если душа открыта всякому человеческому лицу, который встречается на пути. Тетушка у него была удивительна в том плане, что она никому не отказывала. Она всем старалась помогать, и каждого наполняла своим внутренним содержанием. То есть вот эта вот удивительная черта, она, конечно, княгиня, но, с другой стороны, если внимательно посмотреть, это более поведение абсолютно мещанки может быть. Но, знаете, человека, который настолько открыт внешнему миру, что тут нет никакой попытки обозначить свое происхождение. Мы много знаем разных персонажей, которые пробовали кичиться этим родом. Рюриковичи здесь не кичились совершенно, даже больше. Было это просто служение людям. Это удивительная черта. И она воспитывала Алексея Алексеевича. Он постепенно стал понимать один момент. Когда он общается с людьми духовного сословия, он приходит в церковь, приходит в монастырь, он пишет «Дух монастырского безделия меня подавляет». Там лень, там многовековая пыль, и там нет ничего с точки зрения движения мысли. Его это пугало очень сильно, потому что он понимал, что это немножко не то. Когда Анна Николаевна, тетушка его, ушла летом 1898 года из жизни, Алексей Алексеевичу 23 года. Он уже выпускник Московской духовной академии. Он стал магистром богословия. Он совершает пешую, обращу внимание, как потом Лев Николаевич Толстой наш любил это делать. Просто у Льва Николаевича была очень забавная тема. Он, будучи еще ребенком, бегал за лошадью. А потом постепенно вот эта попытка пеших походов довела до того, что он из Москвы ходил пешком в Ясную Поляну, и за ним кто-то еще увязывался. Практически как Иван Сусанин с поляками. Но это было очень интересно, потому что для него это было очень важно. Такой, знаете, вариант, когда ты идешь пешком, и ты беседуешь с людьми, которые идут рядом с тобой. Для Ивана Николаевича это было что-то особое. Алексей Алексеевич в Оптину пустынь пешком приходит. Потом в Иосифово-Волкаломский монастырь подмосковный. А старший брат в это время уже пострижен в монахи. Он получает имя Андрея и убеждает его идти в духовную учебную службу. Но Алексей Алексеевича что-то сдерживает. Он говорит, что для него старообрядчество оказывается гораздо более близким, нежели чем новое обрядчество. Но мы помним реформы Никона, патриарха Никона. И когда студенты объясняют, кто такой патриарх Никон, всегда говорят, что был еще патриарх Кеннон. Кто-то понимает, кто-то нет. Но есть просто две фирмы, которые занимались классически настоящими фотоаппаратами. Это Никон и Кеннон. Я не знаю, почему взяли как раз Никон, но на самом деле, да, это реформа при Алексея Михайловиче, которая случилась. И довольно тяжелая история. То есть даже среди братьев случилось некоторое разделение. Один стал новообрядцем, второй старообрядцем. Алексей Алексеевич в стенах обители провел полгода, но осознал, что монастырская жизнь ему не нравится и нужно продолжать образование. Там все замшелое, там безделье, там, условно говоря, люди, которые убегают от жизни. И Алексею Алексеевичу это не сильно нравилось. Он так писал. Затклая, пропитана вековой пылью, идущая уже, который вверх из кельи в келью, атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армика, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает душик. И нужно становиться слово сказать. Он стал слово сказать. То есть он позволил себе говорить слова. Алексей Алексеевич стал монахом миру. Мне, на самом деле, в этом плане очень повезло. Я двоих таких знаю. Один из них, кстати, это сын довольно известного актера, который стал историком. Ныне сейчас он заведует кафедрой в моем родном. У меня их четыре родных моих университета. Это вот в одном из моих родных университетов. И удивительный преподаватель, чудесный специалист. И я не буду называть нарочитое его фамилию, но просто говорю, что для меня тоже важно, потому что я знаю, что он тоже монах в миру. Вот. Но такая история тоже есть. То есть он как историк, как доцент. Я надеюсь, сейчас уже, может быть, он докторскую защищает. Вот параллельно пока не интересовался. Но где-то в ближайшее время он будет доктором исторических наук. И дай бог. Потому что, ну, удивительный специалист. И для меня весьма отрадно было всегда слушать его лекции. Я всегда радовался. Для меня это было какое-то счастье. Мое историческое образование – это вообще удовольствие. Вот. Я просто там стал магистром истории, но делал немножко в другом. Вот. А вот аскетизм науки для Ухтамского был довольно важен. Поэтому что он делает дальше? Он поступает в Санкт-Петербургский университет. Так как туда не принимает лиц с духовным образованием, он все-таки магистр богословия, он выбирает такой путь. Поступает на восточный факультет, а через год переводится как раз туда. Его принимают. Вот такой ход был своеобразный, но все-таки получилось. И получается так, что религия и наука в его понимании начинают немножко не согласовываться. Дальше в советский период это будет еще более заметно. Потому что мы Ухтамского знаем как в первую очередь советского ученого. Но совсем не богослов. Вот. Но уже в 16-м году он пишет, «То-то Рома я предчувствовал многие беды». О Господе. Это и Юнг чувствовал еще в 13-м году, когда описывал, когда он открыл свои вот эти вот прекрасные в кавычках периоды, связанные с возрастными кризисами и мужскими. Он написал, что я вижу реки крови, я вижу множество смертей, бессмысленных и беспощадных. Это меня пугает, потому что мясо, человеческое мясо и так далее. 14-й год, август, месяц, все началось. Он предчувствовал за год. Вот Ухтамский чувствовал так же начало 17-го года. Знаете, в этом плане я немножко, наверное, могу в некотором плане завидовать тем людям, которые чуть-чуть не дожили до февральской революции 17-го года, потому что они остались в прежней России. Это очень важно. У нас было два таких ученых, замечательных психолога, которые были с этим связаны. Но о них мы попозже с вами поговорим. Но здесь сейчас важно то, что Ухтамский сначала становится студентом, потом преподавателем. Безусловно, в родной город Рыбинск, Ихтиополь, как я его всегда называю, он приезжает. Кстати, чем этот город чудесный, замечательный? И если кто-то из вас там был, вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас он похорошел, он настолько изменился. И слава Богу, не только по поводу старой, как бы сказать, традиции на вывесках писать с древолюционным шрифтом, это тоже, конечно, забавно, но этот город, он более глубинный. Он, я бы сказал, был предан в советское время. Да, он был и Андроповым и так далее, когда-то переименовывали его, но он сохранил в себе особое очарование. Этот город был очень богатым в 19 веке, действительно, весьма богатым. если вам доводилось плыть по Волге мимо города Рыбинска, наверняка вы любовали собором и мостом. И на самом деле, я всегда, когда мы проплываем мимо, я стою во фронт. На самом деле, я преклоняюсь перед этим городом, я его очень люблю. Вот, но это просто, наверное, мое отношение к этой земле, к этому городу и так далее. Но если брать Рыбинск сам по себе того периода, Ухтамский туда приезжает, безусловно, часто. Он пишет следующее. Мне бы хотелось, чтобы вам было собраться в Рыбинск в июне 15-го года. Он пишет. Платоновой Варваре Александровне той самой, с которой будет очень непростые отношения на протяжении многих лет. Это практически как у Сирены Киркигора с его возлюбленной, которой никогда он к себе не допустит, и она уже будучи замужем за Шубертом, смешная фамилия, будет продолжать читать его произведения вместе с мужем, и мало того, после смерти он все свое скудное имущество ей перепишет. Ну, Господи, да что там Киркигор мог переписать? Ну, что с этого несчастного философа датского можно было взять? Ну, там, копейки. Хотя, конечно, если брать его произведения, да, оказались, они давали доход. Это правда было, но это было гораздо позже. Недавно, когда я читал лекцию про Фалька, Йоханнеса Хальца, вот, такой, знаете, очень интересный персонаж, я, правда, буду перезаписывать эту лекцию, потому что это своеобразно, его называют Моцартом XX века венским, и в этом есть особый смысл, вот он немножко тоже напоминает эту биографию. Ну, давайте так, на самом деле, каждый век дает новые одежды, каждый век дает новые какие-то задачи, каждый век дает новые названия, но люди остаются прежними. Наша задача по возможности просто видеть суть, но не пытаться обманываться на выиски. Вот Хенсель, допустим, это туда же, он же Фалька, да, и вот, когда мы говорим о Уктомском, та же самая история, вот, в плане Варвары Александровны Платоновой удивительная переписка, тяжелая и сложная, ох, Господи, как я не люблю читать чужие переписки, но только там ты можешь понять в реальности, что это за человек, глубинный, глубокий, удивительный человек. Вот, Уктомского напрягает Петербург, мрачный, грязный, мокрый, болеющий вечно город, и особенно в период Первой мировой войны, когда все это началось, и он понимал, что скоро будет катастрофа, и он говорил, что я предчувствую многие обеды, и мне ужасно тяжело за наш народ, в 15-м году он пишет, за тот простой, коренной народ, который сейчас молчаливо отдает свой к сыновинам убой, но мне не тяжело за общество, за все эти правящие классы, интеллигенцию, которым по делам и мука их. Своеобразные слова. В наше время, наверное, что-то поменялось, по крайней мере, мы увидим смысл в том, что сейчас происходит. Там смысла не было. Ура-патриотизм, который быстро сменился немножко другим. Сейчас мы хотя бы понимаем, ради чего и что происходит. Наверное, здесь мы немножко отличались. В 15-м году Ухтомский пешком дошел до родового гнезда в Асламе, и когда-то такая довольно процветающая княжеская усадьба, теперь у нее были новые хозяева, она была в запустении, даже колонна одна была разрушена и так далее. То есть он увидел то, что прежнее его родовое гнездо, в принципе, брошено абсолютно. Ну, там он встретился с друзьями детства, переговорил с крестьянами, которые помнили его деда, переночевал в сарае, князь переночевал в сарае, а утром он служил панихиду на могилах предков, а пешком через лес отправился назад. Вот тоже, смотрите, да, очень своеобразно. В Рыбинске он похоронил своего друга детства, Бориса Милентьева, который был убит на фронте, и мать его была давнейшней приятельницей его тетушки Анны Николаевны. И там он как раз в второверческих книгах читает предсказания о постушительной войне в наказании за бестогоние христианских государств и народов. Ну, то, что должно быть, и более испоганить нашу Русь уже нельзя, пишет он тогда. Это страшное время, и, конечно, в данном случае я всегда очень нам завидую, что нам не довелось родиться в тот период, потому что период настолько трагический и сложный. Но дальше он писал уже в 17-м году. Очевидно, не отдает себе отчет о том, что такое большевики. Опять пишет Платоновый. Они именно вполне последовательно уничтожают христианское богослужение. Нынешнее созвучие с соседним государством весьма отчетливо. логическая последовательность приведет к их прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан. Ну, а в Рыбинске начинаются гонения буквальные, послушные гоняют из монастыря, священников грозят в армию загнать. А в октябре 18-го года городской театр стал площадкой для городского митинга, на который в пенедитном порядке пригоняется все местное духовенство и докладчики разоблачают язбу религии и духовенство должно с этим соглашаться. вот вся эта пошлость, мне кажется, ничего не меняется совершенно, ну, человеческое слишком человеческое. И рыбинские священники, выслушав весь этот бред, молча покидают театр. Остальные аплодируют. Согласитесь, что-то знакомое из того, что сейчас происходит, это рядом. Ухтомский приезжает в Рыбинск в декабре 17-го года. Он хотел там встретить Рождество, приехать в Питер, но потом заболел, потом долго выздоравливал и в результате остался в Рыбинске практически на год. А спешить было некуда, все равно университетские лекции отменены и, собственно говоря, жить не на что. Чтобы не умереть с голоду, он около дома посолил картошку 20 грядок, поселил город, овощи и говорил, что земляне должна быть праздник. Повторюсь, это Рюрикович. Обратите внимание. Если тут что-то связанное с каким-то особым происхождением, ничего подобного. То есть это монах по сути своей, что в Ухтомском, конечно, очень сильно сразу импонирует, вы нигде в его упоминаниях ни в одной из его книг не встретите того, что он будет кичиться своими предками. Ни разу этого не было. Это просто особое отношение к людям, особое отношение к земле. И что он пишет? Жить было голодно, смотреть вокруг противно, настроение в народе вообще тяжелое, пришибленное, тупое. Август 18-го года. Духа покаяния нет, до сих пор нет прозрения на свое преступление у народа, а значит нет просвета надежды на избавление. Голодающие, измученные бабы в очередях похабничают, ругаются, кощунствуют, церкви пусты. Тебе-то говорят, что кризиса болезни нет, но лучше его ждать не приходится. Вот такая вот история. Русь перестала быть святой, она покрыта нечистотой из головы до ног, она стала блудницей, она бесновато, опозорена и изгошена. Ну вот далее становится более специфическая история. Ухтамского в 20-м году красный террор, вот почему я говорю, самое опасное время, а в Рыбинске чуть не расстреляли, но чудо, чудо. 12 ноября 20-го года он приехал в Рыбинск, чтобы провести отпуск, а через 4 дня, 16 ноября, его арестовывают агентами Рыбинского политического бюро. Причина ареста неосторожные разговоры, которые он вел в научном обществе, судя по всему, он что-то подозревал против государства. А может быть дворянское происхождение, может быть то, что он Рюрикович, то, что он князь, сказывалось, а еще было более серьезно, это действительно брата Алексея уже арестовали, епископ Андрей на тот момент. И Алексей Алексеевич спасло то, что в его кармане обнаруживают мандат депутата Петроградского совета. Только это помогает в 20-м году, в 30-м не помогло бы совсем. Но все еще впереди. Сам Охтамский когда-то писал своей Варваре Платоновой следующий, очень я счастливо по милости Божией отделался. В сущности только стечение обстоятельств, маленькая бумажка, от Петросовета, бывшая в кармане, остановила предприятие ухлопать меня еще в Рыбинску. Помню, как в дежурке Рыбинской ЧКИ в момент окончательного заарестования солдат сказал мне, дело идет о жизни человека. Зачем вошедший коренастый пожилой какой-то серый человек голосом привычного бойца со скотобойни спросил, все ли готово, и обратился ко мне как предназначаемый к убой скотине. ну иди. И пока он вел меня в подвал, вот потом его как раз от этого и отговорили, когда узнали, что у него есть этот договор. Вот это вот отношение как к скотине, конечно, очень своеобразно сказывается, но из Рединска его доставляют ярославские политизолятор коровники, потом в Москву в ЧК на Лубянке, а 29 января 21 года наконец-то высвобождают из тюрьмы и переправляют в Петроград. На всякий случай объясняю, в 21 году как раз великий русский поэт Николай Степанович Гумилев был расстрелян за антисоветские настроения, за создание как раз целой группировки политической и так далее, что потом было выяснено, что все это были наговоры. Итак, вот последний визит Ухтомского в Рыбинск так и был завершен. Потом он писал, что аудитория Рыбинска лежит для меня на других кладбищах, больше он там не бывал практически. Лето 26 года он мог еще раз приехать в Рыбинск, но он ответил так, когда его пригласили туда приехать, вот эти слова меня очень сильно ну как бы сказать напрягают, хотя мне это очень похоже, очень знакомо, созвучно. Я не очень ясно представляю себе ту рыбинскую аудиторию, перед которой мне пришлось бы сейчас говорить. Аудитория Рыбинска, с которой мне хотелось бы говорить, часть лежит на дорогих не кладбищах, частью завалено большинством, настроенном для меня чуждо, частью уже не на роде. Поэтому пока я не уверен в том, чтобы было полезно говорить до конца. Об этом говорит мне сам принцип доминанта. Господствующее настроение найдет возможность питаться и насчет чужих для себя импульсов, пока не живет себя в своем собственном самоотверждении. Мягко, интеллигентно, но очень точно. Пока эти люди там существуют, мне там делать нечего. А прежних людей уже нет. На самом деле Алексей Алексеевич в данном случае для этого города остался культовым и несколько времени назад я, конечно, принимал участие в конференции, посвященной им с точки зрения доминанта в том числе. Но вот на самом деле сам по себе персонаж очень и очень не то, что противоречивый и сложный, но очень интересный, потому что это человек, которого я бы назвал подвижником, религиозным подвижником. Ну, давайте еще несколько фактов дам перед тем, как перейдем к доминанте. Хосей Маганнович, я уже завершаю, я опять разговорился, вот поэтому я говорю, что есть у меня такая черта, да, да, да. Просто когда мне интересно, я уже теряю время, вот это вот плохо. Значит, в 22-м году после смерти Вегенского Ухтамский становится заведующим кафедрой физиологии животных Петроградском университете, он выступает с лекциями, но параллельно с этим он старостой Яноверческой церкви, старообрядческой. Мало того, он еще пишет иконы, он живописец, он знает семь языков, он знаток политэкономии, то есть человек вообще, ну, прежнего периода, иконописец это все-таки о многом говорит, да, вот по уровню, прошу обратить внимание, каких мы еще знаем известных, ну, по поводу Рыбинска, наверняка вы знаете наш прекрасный замечательный фильм «12 стульев», там, где как раз начинается вся эта история, снимали как раз в Рыбинске все это дело, вот, наверное, этот город знаком именно по этому, по речке Смородина, там, та самая, вот, по поводу речки Смородина, даже психология героев русских сказок, когда я рассказывал о речке Смородины, которая типа Стикса, на самом деле, в русских сказках является, вот, я всегда видел именно эту речку, этот мост, и как-то вот, нет, ну, город, конечно, удивительный, кстати, даже в одной моей лекции, которая была посвящена психология героев, психология русского трикстера поручика Ржевского, там как раз на фоне именно мой Рыбинск, и мне потом спрашивали, что же означает этот фон, там, где нет ни крестов, ничего, но что-то там есть, наверное, он что-то задумал, ну, в общем, когда меня спрашивают, означает ли что-то ваша фамилия, она настоящая, я всегда говорю, решайте сами, помучайтесь, вам будет легче, вот, в данном случае, я тоже не объяснял ничего, хотя, пускай, додумываю, это как угодно, но это был Рыбинск, это было не просто так, потому что это тоже было связано сразу с несколькими биографиями, очень интересно, кстати, Рыбинск еще связан с кем, во-первых, это Михалковы, и во-вторых, это, на самом деле, помните, собака Баскервилей, кто играл доктора Мортимера, Мортимера. Я не помню. Вот тот самый замечательный персонаж, интеллигент такой вот, удивительный, это был один из последних дворян, ну, которые получили дворянство до революции, вот это было удивительно, и через несколько десятилетий уже внуки этих людей встретились снова на съемках фильма «Я шагаю по Москве», потом и как раз собака Баскервилей. Вот это была удивительная история, просто его отец, господи, как же его фамилию, запамятовал я. Ну, ладно, в общем, любой может в интернете элементарно найти доктор Мортимер, собака Баскервилей, и сразу выйдет на эту фамилию. Его отец был директором Рыбинской гимназии, и он получил, разумеется, как раз дворянство наследственное, вот, ну, а если мы берем табель о рангах, то это, условно говоря, Стеблов, Стеблов его фамилия, вот, и, соответственно, это генерал-майор, если бы брать по табель о рангах, тогда как-то сравнивать гражданские звания и военные, в наше время этого нет. Ну что, значит, далее, что же мы можем сказать у Алексея Алексеевича? Не стало его 31 августа 1942 года в Ленинграде. Он планировал как раз выступать с лекциями по травматическому шоку в военной обстановке, но буквально за неделю до этого ну вот смерть его и застала. Такая вот история своеобразная. Но, на самом деле, если мы говорим о нем, да, что еще я могу сказать, что я не сказал, то как-то 20-е годы, после этого я сразу к смерти пришел. Действительный член Академии наук с 1935 года, директор Института физиологии Ленинградского госуниверситета, руководитель электрофизиологической лаборатории Академии наук СССР, заведующий биологическим отделением Ленинградского университета, с 1931 по 1938 год президент Ленинградского общества естества и испытателей. Ну, и еще преподавал, конечно, в Институте Петра Францевича Лесковта, того самого, который занимался группами крови, о котором сегодня я уже в другой лекции рассказывал как раз. Петр Францевич сегодня весь день со мной рядом, поэтому мне очень приятно. Вот, сразу вижу его портрет. Вот. Ну, и рабочий факультет Ленинградского университета, премия имени Ленина, в 1933 году член-корреспондент, в 1935-й действительный член Академии наук СССР, ну, и так далее. А в 1941 году безусловно, руководил исследованиями по поводу травматического шока. Вот. И доклад, который он не сделал, назывался «Система рефлексов в восходящем ряду». За неделю не успел как-то в 1942 году, но в этот же период Хармс психиатрической больницы в этом же году как раз скончался тоже в Ленинграде, только официально от голода. Ну, может быть, и правильно, там, как шизофреник скончался, но у него не было вариантов, мы могли расстрелять, либо он был шизофреником. Он выбрал шизофреник. Не знаю, насколько это было лучше или хуже, но вот такая история была. Сухтамским гораздо все более интересно, я по сей пор не понимаю, но было в Советском Союзе несколько знаков фамилий, которые считались в определенной степени, ну, наверное, флагманами, да, советского государства. Это, конечно, Капица, это, безусловно, Павлов, которому позволялись многие выходки, которые никому не позволялись, даже Бехтереву не позволили, и когда в 1927 году у него спросили, какой диагноз вы можете поставить Джугашвили, он сказал прогрессирующая паранойя ровно через неделю, когда он поехал из Ленинграда в Москву на конференцию, в Москве на второй день он умирает от конференции, ну, будем говорить, в нынешних случаях ковида, да, на следующий день от ковида могут умереть, как говорят на севере, однако говорят. При этом сразу гроб, при этом цинковый гроб, его заваривают, открывать его нельзя, когда привозят в Ленинград, хоронят, но при этом бетонируют, бетонируют место, где его захоронили, чтобы эксгумацию не проводили, а после этого начинается репрессия к его близким. И вот, Руслан Магомедович, в этом плане я очень, я даю вам такую небольшую, ну, как бы сказать, большую просьбу, я буду вам весьма благодарен, если вы немножко расскажете про Наталью Бехтерову, потому что вы были с ней знакомы, и я думаю, многим это будет очень интересно, потому что это тот самый род, и это очень рядом, и тем более она столкнулась с этим, еще будучи девочкой, как репрессированная, да, как дочь репрессированных разных персонажей, то есть, ну, ей повезло, она была отличницей, она описывала свою биографию, что как-то более-менее повезло, дай бог, конечно, но на самом деле очень здорово, что хотя бы род этот сохранился, было здорово, и то, что сохранился род Кравцовых, который выгодский, это тоже чудесно, замечательно, удивительно, даже удивляешься, как это могло случиться так, потому что могло быть по-разному к психологам отношения не было слишком непростым. Ну, все-таки, давайте теперь рассмотрим основные как бы подходы Ухтамского. Да, умер он в возрасте 67 лет. В целом, ну, для того периода возраст был весьма приколен. Для нашего времени это возраст довольно молодой, но все-таки, вот, что у него было, кроме всяких старческих болезней, нашли имфизиму левых, как у Книперчеховой, вот, нашли проблемы с сердцем и пищеводом, обострения рожистого воспаления ноги, он хромал, ему было как-то не слишком удобно ходить, но там было много всего, но он все время выполнял те обязанности, которые перед ним стояли, и это все получалось. Значит так, теперь, пожалуй, более важные моменты, что же Алексей Алексеевич для нас с позиции психологии предложил. Ну, во-первых, это теория доминанта, это книжка доминанта, queda, есть у меня одна книжка, которую я очень ценю, которая является для меня очень важной, называется «Заслуженные собеседники», это очень важная подсказка, и там, я всегда об этом говорю, каждый писатель заслуживает того читателя, который читает эту книгу, и каждый читатель заслуживает ту книгу, автора которого он читает, и оба они называются Заслуженные собеседники, даже если между ними не только годы или столетия вот это на самом деле очень важно мы это то что мы читаем но это то с кем мы общаемся мы это то что мы видим других людей и это на самом деле прекрасная идея заслуженный собеседник мы заслуживаем своих собеседников они заслуживают нас вот в этом глубинная мысль которая мне очень импонирует конечно мне нравится это очень созвучно с уиримом джемсом который говорил личность это столько людей со сколькими я общался в своей жизни допустим но если вы в метро общались с разными людьми не дай бог такую личность знать а вот когда вы говорите о заслуженном собеседнике это гораздо интереснее потому что это люди которые исключительно нацелена на вас я всегда говорю что каждый из нас наполняет своим содержанием другого человека а другой человек наполнять своим содержанием нас мы взаимодополняем друг друга но без друг друга мы пустота конечно конечно человек все-таки социальное существо биосоциальное существо и никуда от социума не деться и наш внутренний диалог который все время крутится это отражение общества конечно прошу прощения я обещал 15 минут прошло 50 поэтому ну если как вот мне было очень приятно если что-то сейчас немножко дополнили добавили может какие-то вопросы задали я бы хотел чтобы прозвучало вас попросить чтобы прозвучало его образование ухтунского в области физиологии медицины близких науках потому что вы рассказывали о его биографии с человеческой стороны с духовной стороны с образовательной стороны вот мне бы хотелось чтобы хотя бы две минуты проговорили чтобы мы понимали участники нашего слушания понимали почему он доминанты занимался и почему он велик этой книжкой про доминанту и почему он такое сумел сделать ну хотя бы начать с того что человек который прекрасно играет на скрипке и пишет икона все-таки уже интересен тем что это особо человек что человек немножко другого плана человек который знает 7 языков наверное в наше время этого уникум но это не совсем так человек который сокамерником считает лекции по физиологии это уже интересно вот смотрите а он обращал людей к знанию когда его посадили как раз двадцатый год он обращал людей к знанию то есть это служение это бесконечное служение науки и действительно по поводу физиологии да есть такая особенность но здесь очень важный момент кстати вот когда нашли его мертвым в квартире это был 31 августа 42 года руки скрещены на груди в руках зажата псалтыр тоже интересно то есть он до конца был в некотором плане довольно религиозно но все-таки физиолог все-таки начнем давайте начнем его научную карьеру и перечислить 1898 год кандидат богословия кандидат богословия переведу на русский язык красный диплом по богословию это не кандидат наук красный диплом давал возможность ромбика поплавка так называемого поплавок с гербом это был всего лишь навсего но по табеле о рангах на полторы ступени вверху возможность идти дальше нежели чем его однокурс после этого 12 год приват доцент может такой приват доцент то есть это преподаватель вузовский который я бы сказал имеет прямое отношение к конкретному какому-то учебному заведению приват частный доцента стал этого приглашает его непосредственно там преподается смогу сказали сейчас почасовик условно говоря почасовик это вот как раз та самая история 19 год профессор 20 год заведующий физиологической лаборатории петергофского естественно-научного института 35 год глава физиологического института ленинградского университета 37 год руководитель электрофизиологической лаборатории академии наук ссср то есть в целом конечно очень интересное направление получилось от богословия как раз к естествознанию к физиологии и это было тоже очень важно и очень интересно что для него было важно возбуждение торможение лабильность головного мозга учения доминанте то есть ключевое понятие это хронотоп да вот я когда студентам гуся штука хронотопа это пространство временная константа вам стало легче говорят нет или ну и прекрасно я могу не переводить или нужно переводить хронотоп на самом деле когда я говорю лекции о времени это особое особый момент социальной психологии допустим классические хронотопы хронотоп больничной палаты или допустим хронотоп вагонного попутчика да когда мы оказываемся в некоторых условиях своеобразных мы ведем себя не совсем типично для нас не совсем привычно и мы можем как-то по-другому к этим людям относиться вот мы можем там что-то рассказывать гораздо больше быть более откровенными в отношении их и так далее нежели чем казалось бы могли в обычной ситуации находиться но хронотоп первую очередь это то самое восприятие времени когда мы погружаемся в него скорость восприятия времени понимание этого времени меняется и вот самое главное вот допустим на самом деле для меня вы это человек который живет своем хронотопе в этот хронотоп создали вы в нем находитесь и этот хронотоп для вас является базой ваших картин это тоже ваш хронотоп ваши любимые дела чем вы занимаетесь это тоже ваш хронотоп То есть это то самое время, которое вы сами для себя создаете, это другое время, оно течет по-другому, и оно имеет совершенно другую скорость. Вот то, что Ухтамский предложил, это как раз сюда. Любого человека свой хроматоп, да? Даже несколько. Я больше могу сказать, самое страшное, если мы лишим человека его любимого хроматопа. То есть это реальность, психическая реальность, в которой он находится, это как бы его дом в его мозге, да, вот реальность, в которой он живет. Вот допустим, я вспоминаю первую любовь, я перемещаюсь в тот хроматоп, да? И мало того, вы черпаете оттуда ресурсы, если они для вас важны, но хроматопы бывают как положительные, так и отрицательные. Так это доминанта? Да, 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 это все сюда, к доминанте. Доминанта началась с очень своеобразного, довольно, я бы сказал, неприглядного эксперимента, когда исследовали, как собака совершает акдификацию. Если в это время, пока дефикация происходит, трогать лапу, то дефикация происходит быстрее. И вот эта идея, ну, я бы не стал трогать собаку, когда они занимаются этим делом. Я это понимаю, то есть, если я иду по улице, например, это вопрос, если я иду по улице, и у меня болит нога, допустим, иду прихрамывая, а если я в это время слушаю какую-то музыку, я иду на автомате. Даже когда мое внимание переключено, как лапе собаки, то какой-то процесс идет уже более автоматично. Совершенно верно, да. То есть, вот, доминанта сама по себе, несмотря на то, что она очень проста, казалось бы, она помогает воспринимать ситуацию немножко по-иному. Но вот все-таки хронотоп сам по себе очень важен. Ухтопский говорил следующее. Такое он говорил, может быть, с точки зрения психолога, мысль немножко крамольная. Психологии не существует. Возьмите несколько базовых хронотопов, которые для человека важны, и потом свяжитесь с любой психологической теорией. Вот вам и все. Сейчас, сейчас, секундочку, еще раз, еще раз. То есть, если у меня или у кого-то есть несколько в памяти, допустим, образов, которые вызывают у него погружение в те реальности, например, я любил, когда учился в школе, мечтать о том, что я буду летчиком. И вот я сейчас начну вспоминать, как я сидел за партой и мечтал, глядя в окно. Скоро я закончу школу и пойду в летное училище. И я туда погружаюсь, в эту память. В этот момент там разворачивается та реальность времени. То есть, я отсюда, где я сейчас нахожусь вместе с вами, туда переместился. Здесь я на мгновение как бы отключился, на полсекунды, секунду. А там я как бы уже сижу и 10 минут об этом мечтаю, что поступлю в летное училище. И тут сосед мой по партии, Борька Тодоровский, говорит мне, ты что замечтался? Сейчас учительница придет. Я дернулся. И вот пока я там находился в своих памятях, словно говоря, я был в хронотопе. Я был в хронотопе. И теперь у меня этих хронотопов столько, сколько, оказывается, я могу отвлечься от бытовщины реально текущей. Переместиться туда, так у меня же может быть бесчисленное количество памятника у человека за 70 лет моих. Человек много чего пережил. Если я в каждом переживании нахожусь в своем хронотопе, поэтому человек, допустим, пережил страшную трагедию, допустим, психотравму, ну, утрату. Погиб его сын или родственник на теракте. У него психотравма. И он в этом все время находится и находится, несмотря ни на что. Но, вопреки всем обстоятельствам реальным, он там погружен. Поэтому, ну, так это и будет, его доминанта. Таких доминантов у человека множество. Ну, их не очень много. Там их, предельно говоря, несколько базовых. То есть их не множество совсем, но их несколько. Три-четыре доминанта базовых, они направляют человека. Остальные, они более подчиненные. То есть есть более существенные, сильные, и есть те, которые находятся рядом с ним. Я когда заезжал диссертацию в Центре авиационно-космической медицины, там в какой-то момент мне задали вопрос на предзащите. А что такое доминанта? И вот интересно. Я сказал, вектор внутримозговых отношений. То, значит, я задался вопросом, а сколько доминант может быть в единицу времени у человека? Одновременно. Одновременно. И вот это я до сих пор. Вопрос у меня возник, и сейчас я вам хочу задать, и что думал по этому поводу Охтонской. Сколько доминанта у него может быть одновременно? Я придумал новую модель работы мозга. Там у меня обычное состояние работы мозга, обычное возрастование. Параллельная активность множества конкурирующих доминантов. И благодаря этому одновременному сосуществованию и взаимодействию, они играют две роли. Первая роль. Они обесточивают свое влияние на течение процесса в организме, сохраняя гомеостаз. То есть, о чем бы мы ни думали, это никак не влияет на работу моего желудка, сердца и так далее. С другой стороны, это позволяет нам думать и о том, и о другом, и о третьем. То есть, мы там можем перебирать мысли, перебирать решения и так далее. Допустим, я подумал о собаке. Вспомнил собаку. А вот когда я начинаю думать о ней более ощутимо, например, она меня когда-то кусала, эта собака, вдруг я перемещаюсь в этот хронотоп поглубже, 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 все другие доминанты отключаются, конкурирующие. Одна эта начинает увеличиваться, генерализация происходит, ее влияние на все мои процессы, на эту мою многоуровневую логику психофизиологической системы. И в этот момент, я вспоминая это, я даже могу скачать и побежать. Потому что, когда одна доминанта, это уже транс. Если много доминанта, это состояние бодрствования, как я вначале сказал, то когда я переместился в сторону одной доминанта, и вошел в один хронотоп, то уже эта доминанта не позволяет думать о чем-либо другом, это на уровне психической реальности, а на уровне физиологии она уже влияет на течение физиологических процессов. То есть это уже некий вектор такой жесткий, и все внутренние процессы, система организуется в соответствии с этой установкой, которая в этой доминанте. То есть по существу моей модели работы мозга, четыре базовых состояния, стационарных. Первое состояние обычное бодрствование, множество конкурирующих доминант. Второе состояние базовое, транс. Когда каждый следующий момент одна доминанта. Потом состояние сна и состояние сна со сновидениями. И еще одно переходное между ними всеми нулевое состояние, так называемое нейтральное состояние, как коробка передачи автомобиля, через которую можно переходить из бодрствования в транс, из транса в бодрствование, из транса в сон и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, транс – это когда каждый следующий момент одна доминанта. Поэтому она снимает возможность думать о чем-либо ином. Это как раз-таки та мысль, которая в ней крутится. Например, мать потеряла ребенка, ей говорят, но у тебя же еще дети есть, ты должна ими заниматься. Кто же без тебя их на ноги будет ставить? Она не может ни о чем сейчас другом думать. У нее транс. То есть по существу одна только мысль, одна доминанта связана с этим. И она мощная, потому что она свою энергетику с конкурирующими доминантами как бодрствование не растеривает. Она именно в энергетическом смысле генерализованная. Ну вот я не знаю, сейчас своими словами пытался рассказать, что бывает случай, когда одна доминанта у человека в мозге присутствует, актуально. А бывают случаи, когда множество. И вот когда множество, это уже обычное бодрствование. Тогда гомеостаз нормально работает, и можем думать о том и другом, о третьем. А когда одна доминанта, мы ни о чем другом думать не можем. Кроме как мы сидим, мы заложники этой доминанта. Либо позитивной, как вы сказали, либо негативной. Храдатопов вы говорили вот так, да? Что бывает? Вот я не знаю, как на ваш взгляд то, что я сейчас сказал. Ну, смотрите, здесь нет, согласен полностью по поводу как раз доминанта и хронотопов. Просто здесь есть еще одна тема, на которую нужно особое внимание обратить. Ухтамский считал, что самое страшное попасть в чужой хронотоп. То есть? Мы идем по улице, мы слышим, собака лает. Да. Если мы попадаем в хронотоп собаки, собака начинает воздействовать на нас. Сейчас, секундочку, секундочку. То есть имеется в виду, вот мы идем по улице, собака лает. Что значит, если мы попадаем в хронотоп собаки? То есть мы вовлекаемся в эту ситуацию, мы начинаем нервничать, мы начинаем переживать, может ли она нас покусать или нет. Мы попадаем в ее хронотоп. И значит, ее хронотоп уже воздействует на нас. Да, то, о чем я говорил как раз. Да, 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 да. Вот это вот такая тема очень своеобразная. То есть чужой хронотоп для нас опасен. Собака при этом живет своей жизнью. То есть то, что мы об этом думаем, что мы попали в ее хронотоп, это не значит, что мы теперь в ее мыслях, как мы условно говоря... Если мы сделаем какие-то действия, мы попадем в ее хронотоп на 100%. Но даже я могу привести другой пример. Вот человек едет на машине. Ну не телепетически попадем. Имеется в виду, если мы действия будем делать... Ну альфакторика. Альфакторика больше будет. Собака слишком хорошо чувствует запах. Да, пойдем за ней, адреналин она почувствует нашу, что мы ее испугались и так далее. Понятно, потому что на уровне известных физических взаимодействий, да. Но едет водитель, и перед его бампером автомобиля перебегает дорога пешехода. Это означает то, что один хронотоп попадает в другой хронотоп. И не всегда эти хронотопы могут друг с другом правильно сочетаться. Какой-то хронотоп должен доминировать. Поэтому если мы видим, что человек находится в каком-то своем хронотопе, мы не должны в него попадать по возможности. Или хотя бы понимать, как он работает. То есть это вот тоже такая весьма своеобразная тема, но она очень важная. Хотя, с другой стороны, если мы говорим, допустим, о театральном выступлении, мы попадаем в хронотоп общего состояния, допустим, под конец. Это всегда очень иногда интересно для меня, как для социального психолога наблюдать, как обычно он начинает в конце аплодировать. И обычно актерам это страшно нравится, выходить на бис и так далее. Даже когда, ну, признаться, не очень сильно доволен выступлением их и прочее. Но все равно они как-то купаются в овациях и так далее. Когда слушаешь, когда идут эти волны овации, когда люди заражаются, циркуляция начинается эмоциональная. И вот эти аплодисменты традиционно идут несколько минут. Ну, по-разному это все бывает. Но тоже очень интересно. Вот он пошел в единый хронотоп. Единый хронотоп. Когда актриса, например, она сыграла в спектакле, потом она выехала из театра, села в троллейбус и, садясь в троллейбус, стала поднимать подолплатье, которого у нее сейчас нет, который у нее был там в роли. То есть она продолжает жить в этой роли, она еще не вышла из этой роли и продолжает и движение делать те же самые. Поэтому войти в роль для актера очень важно, сняв инерцию психологическую предыдущего состояния, чтобы перейти в роль. сняв все проблемы бытовые, там, может быть, поругалась с директором театра, сняв это все, то есть надо снять и нервно-мышленные зажимы, о чем говорил Станиславский, перейти в другую реальность, например, в роль. Да, но потом также важно из нее выйти. То есть, по существу, вот эти переходы, переходы, они осуществляются как раз-таки через это нулевое состояние, то есть через раскрепощающие действия. Например, человек, прыгая в воду, настраивается прыгнуть в воду к этому поведению своему, к этому хронотопу. Перед тем, как прыгнуть в воду, он снимает нервно-мышленные зажимы предыдущего состояния. Ту доминанту снимает, тут хронотопу, и потом прыгает. То есть приемы, которые нас раскрепощают, например, 50 грамм для храбрости. Так вот, по методу ключ приемы, которые нас раскрепощают, это хлёст руками по спине, или шалтай-болтай. Они качают эндорфин, который заменяет 50 грамм для храбрости. То есть, по существу, видимо, раньше 50 грамм для храбрости для актера, или для выступающего. Они играли вот эту вот раскрепощающую роль, как говорится, пьяному море по колено. Раскрепощающую роль, чтобы переходить из одного хронотопа в другой, если он там в ней сильно находится. Ну, даже, например, перед экзаменом человек очень волнуется, и у него мысли путаются, у него напряжение высокое, и его берёт нервная дрожь, и надо бы ему перед экзаменом потрястись как следует за пару дней. У нас был забавный случай несколько лет назад, когда мы находились на ковидном вот этом всём карантине, студенты сдавали экзамен. И студент Армянин сдавал экзамен по психологии, но он только не подумал, что там видно и коньяк, что он пьёт и так далее. Ну, как-то ему было хорошо, так вот, ну, он хорошо отдыхал, судя по всему, и про линии сдавал экзамен. И мы как-то ему показывали, ну, уберите, уберите. Ну, как-то это не слишком хорошо, не слишком уместно, и так он, правда, не понимал, но он был такой вот в своём состоянии, творческом таком, восточном. Немножко это всё выглядело, ну, чуть-чуть забавно, хотя, конечно, я бы сказал одно, что не нужно это всё было. Ну, как-то мы ему последний намекнули раз, ну, через две минуты он, слава богу, он убрал всё это, чтобы не было это видно, но всё равно было весьма забавно. Ну, вот, когда мы говорим о хронотопе, вот есть, в смысле о доминанте, есть два базовых явления. Первое явление, что доминирующий центр, вот, подкрепляет своё возбуждение по стороннему импульсу. Вариант какой? Если, допустим, сейчас хорошее у нас настроение, то всё, что относится к внешнему миру, нас может развлекать и веселить. Но если мы раздражены, всё, что вокруг нас оказывается, будет нас раздражать. Это первое характерище. Поэтому есть пословица «свет в глазах смотрящего». То есть, в каком он состоянии, он так вещи и видит. Да, ну, субъективно. Конечно, мы субъективны по своей природе. И другого, Чукер Кегор говорил, что единственный способ, чтобы мы не интерпретировали мир, это сесть под деревом и слушать соловья. Только я всех добавляю, дерево может быть некрасивым, и соловей может петь не те песни. Дмитрий Анатольевич, ради Бога, скажите мне теперь ещё раз, чем же кронотоп отличается от доминанта? Ну, кронотоп всё-таки это константа, а вот доминанта, в первую очередь, это то, что определяет восприятие человека, определяет его видение происходящего. Всё-таки восприятие времени – это одно, а доминанта – то, что управляет. Ну, если на языке психологии, это незавершённый гештальт, можно ещё так сказать. То есть это незавершённый гештальт, который стремится к завершению. То есть доминанта – это то, что заставляет нас двигаться, заставляет нас направлять внимание к чему-то, заставляет нас на что-то обращать внимание. То есть это та самая тематика, которая, оказывается, важна. И самое главное… Хронотоп – это содержание доминанта, да? Хронотоп – это время, временное, да. Это временное ощущение. И на самом деле хронотоп очень близок к понятию… Ну, я к смерти отношусь очень своеобразно, но человек, который живёт в своих хронотопах, он стареет гораздо медленнее, и он может гораздо большее время прожить только ради того, что он занимается любимым делом. Можно так предположить, что в доминанте есть часть, которая касается сознания, подсознания, и часть, которая касается организма. Это психофизиологическая конструкция доминанта. Можно так сказать? Что хронотоп – это есть психологическая часть доминанта. Психологическая. Да, ну, временная, да. Совершенно верно. Кстати, доминанта по-уктомскому, так немножко, если дополнить, имеет четыре стадии формирования. Это тоже очень интересно. Первая стадия называется стимуляция, с чем она связана. Доминанта возникает под влиянием физиологических, каких-то внутренних или внешних раздражителей. Основным раздражителем для нас является потребность. То, что у нас важно, да. Потребности вызывают импульсы с точки зрения нервных центров, запускают стресс, запускают нашу деятельность. Ради чего мы делаем? То есть стимуляция. Первое появление как раз доминанта – это стимуляция. Второе – это условный рефлекс. Стадия условного рефлекса – ну, поисковое поведение классическое, если мы берем теорию мотивации, да. То есть это то, что для нас оказывается наиболее интересно. Ну, допустим, если подросток обижен на родителей, то в отсутствии родителей, ну, он будет находить кого-то другого, виноватым в его истории, личной там, жизни там и прочем остальном. То есть нужно будет находить какие-то другие варианты. Условный рефлекс. Третья стадия – опредмечивание. Что такое опредмечивание? Здесь связь, очень важная, между предметами и определенной доминантой. Когда мы понимаем, что именно этот предмет, предмет является для нас доминирующим, то, что вызывает у нас как раз вот это убежение. И четвертое разрешение доминанта – когда мы ее реализуем. Допустим, если у нас есть обида, мы должны ее каким-то образом отреагировать, реализовать. То есть мы включаем некие механизмы, которые эту доминанту могут либо включить, либо затормозить. Вот эта вот доминанта оказывается важной. То есть это может быть обида, какие-то яркие эмоции, это может быть радость, это может быть удовольствие, это может быть даже экстаз какой-то от хорошего какого-то музыкального произведения, от книги, когда человек получает удовольствие. Вот эти вот доминанты оказываются тоже очень важны. А как они разрешаются? Вот доминанта должна обязательно каким-то образом себя постепенно решать. Есть несколько вариаций разрешения доминанта. Первое – это ослабление доминанта. Ну, в чем она состоит? Вот, ну, допустим, мы ожидаем события, которое должно случиться. Ожидание гораздо страшнее того, что есть на самом деле. Мы всегда говорим, не так страшен черт, как его молюют. Вот, и это очень похоже. Или, допустим, мы можем на кого-то разозлиться, но мы не будем буквально это выражать. А можем, ну, вот помним 70-е годы, когда надувные фигуры начальников выпускали японцы, допустим, да, и можно было зайти в отдельную комнату и начальника побить, допустим, да, чтобы никто не видел, но это снимало, да, вот это ослабление доминанта происходило. Можно сделать ритуально. В психологии есть так называемые письма прощения, которые можно написать с благодарностью в отношении человека и прочего. Это тоже как некий способ разрешения этой доминанта, которая важна. Доминанту от нее нужно освобождать. Ну, поговаривание, выговаривание, то же самое, автописьмо. Поговаривание, поговаривание, эмоциональное реагирование. Да, 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 конечно, совершенно верно. Второе, это прямой запрет. Что это такое? Мы запрещаем себе думать о чем-то, делать что-то. И Ухтамский говорил, что если мы это используем, вот подобный прием, появляется конфликт. Конфликт между тем, что я хочу, и тем, что мне этого нельзя. Отсюда случается сбой нервных процессов и невроза. Серьезно? Да, конечно. А третье, это действия, которые мы переводим в автоматизм. Ну, с чем это связано? Ну, вот автоматически, допустим, военный, когда видит другого военного, вот, ну, нужно отдавать честь, условно говоря, как один из вариантов. Да, это, в принципе, вполне логично. То есть, подчиняться спортсмену, который подчиняется тренеру. Он обязан это делать, по-другому не получится, да? Или ритуалы, которые помогают, с одной стороны, сбросить напряжение, а с другой стороны, настроиться на какую-то волну. И здесь, вот, когда человек реализует вот эти ритуальные действия, они позволяют ему на время избавиться от доминанта. То есть, убрать лишнее. Когда он что-то делает автоматически, доминанта постепенно немножко разряжается. Ну, а еще один вариант, четвертый, это заменить одну доминанту на новую. Вторую доминанту заменить на новую. Вот. Ну, для нас классический пример, допустим, нейролингвистическое программирование это рефрейминг. Посмотреть на ту же самую ситуацию, поменяв рамку. Или, допустим, не думать о плохом, но думать о хорошем. Хотя, конечно, когда плохие мысли, думать о хорошем не сильно получается. Доминанта все равно преобладает некое. Но можно всегда попробовать себя переключить. Я всегда говорю, что в любом действии, которое мы делаем, мы можем немножко найти что-то положительное. Мы всегда чему-то учимся. В этом есть огромный плюс. Мы учимся. И если вы получите удовольствие от этой учебы, вы эту доминанту уже переключите на что-то более позитивное. Вот у нас в методе ключа есть несколько частей. Одна часть – это разгрузка. Когда человек в доминанте находится, страдания, переживания и так далее, он совершает разгрузку. Но это несколько приемов, которые снимают нервно-психическое напряжение. Ну, например, некие действия синхронные с его текущим индивидуальным состоянием. Ну, как мама ребенка качает, подбирая ритм покачивания. И ребенок успокаивается. И, допустим, он разгружается. Ну, например, его трясет, ему надо потрястись. Потрясся, 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 потом сел, взгляд рассеянный, и легко стало, на душе потеплело. То есть он переживает, о чем переживается, ну, на фоне резонансных действий. Потом сел, его отпустило. Это разгрузка. И он выходит на нулевое состояние, когда мысли не сопровождаются эмоциями. То есть доминанта страдания ушла. Теперь он может на этом нулевом состоянии помечтать о желаемых переменах в себе и в будущем. И это мечтание, как психологическая работа, которую он делает, автоматически формирует доминанту психофизиологическую. То есть когда в нулевом состоянии человек совершает некую работу, когда он в этой нирване думает о чем-либо, как он будет действовать в тех или иных ситуациях и так далее, он уже попадает в поток. То есть там, по существу, вот эта доминанта Ухтамского и поток Чик-Сен-Михаи, мне кажется, доминанты, когда человек... Обнуление, обнуление – это нирвана, а когда он попал в поток, это он в активности, когда нирвана сопровождается, сопровождает некое устремление ума или двигательную активность. Это поточная деятельность. Сейчас я еще раз скажу. Я просто хочу сказать, что разгрузка для мозга, как перезагрузка в компьютере, когда человек завис, зациклился на проблеме, чаще всего вот это будет негативное, когда там потерял родственника или кого-то, утрата завис, это будет негативное доминанта. А влюбился, например, все окрасилось божественным светом, позитивное доминанта. Он ни о чем другом думать не может, все время только о любимой, все время только... Это тоже доминанта, правда? И в этот момент, когда человек вышел на нулевое состояние, вот из этого переживательного, из переживательной негативной доминанты вышел на ноль, в разгрузке здесь он может создать позитивную доминанту. Например, помечтать о том, что теперь всегда, когда он будет сталкиваться со стрессом, у него будут включаться ресурсы для достижения своих целей. Ну или еще что-то такое. Так создать условно-рефлекторное включение той доминанты. То есть, по существу, я почему воспользуюсь моментом сразу, когда вы расскажете о доминанте, об этом сказать, чтобы проверить, насколько я правильно соображаю с точки зрения вашего представления о доминанте ухтамского, насколько это согласуется или не согласуется. Вот почему. И мне кажется, что внутри самой доминанта сверхпроводимость какая-то вот этих нейронных связей. тогда, когда конкурентные доминанты, у них очень затруднительные взаимоотношения конфликтные. А там внутри самой вот эта генерализация доминанта, мне кажется, как раз таки вне времени и пространства, это межнейронные связи, между которыми так идет стремительная сигнализация. Но это уже касается структур нейронных взаимоотношений. Вот это сверхпроводимость. Когда ухтамский говорит о генерализации доминанта, мне кажется, это как раз таки беспрепятственное прохождение сигналов внутри нее. Ну вот насколько я, вот эта картина, моя согласна? Согласен абсолютно. Ну я, что могу еще, вот последнее по поводу ухтамского сказать, это по поводу дворческого поиска доминанта. Ну вот самое главное, когда у человека есть несколько разных доминантов, для того, чтобы было больше опыта. Когда наличие существует одна доминанта, человек немножко может быть односторонним в той или иной степени. Хотя, конечно, есть параноики, для которых базовый доминант является существенной, а остальные незначительные. Но здесь важно получать больше опыта, то есть иметь, ну как минимум, несколько разных доминантов, которые могут в некотором плане помогать. Во-вторых, осознавать эти доминанты для того, чтобы понимать, какая доминанта нами в той или иной степени движет. Это бывает очень важно, мы не всегда это можем понимать в должной степени. Иногда бывают эмоциональные реакции, и мы должны их контролировать. Вот сегодня, когда мы говорили о Джакарте, как раз, вот с Индонезией, как раз я вспоминал, был такой Бинсфельд, это демонолог, епископ 16 век. Вот он когда-то человеческие пороки описывал и связывал их с демонами. Какие демоны. На самом деле, ничего не поменялось, и все то же самое. Допустим, сатана, гнев, допустим, да, ну вот гневливость, это есть вот действительно своеобразный грех, и в то же время мы прекрасно понимаем, что этот грех, ну, свойственно, ну, все эти грехи людям свойственны. Это нормально, это вполне понятно получается. Но я почему использовал Бинсфельда в книжке по психологии рекламы, я объяснял, что реклама по большей части базируется именно на человеческих грехах, на том, что называется, чем мы можем человека зацепить, вот именно зацепить. Ну, Люцифер, гордыня, мамон, алчность, осмоды, распутство, сатана, гнев, вильзеву, чревоугодие, левиафан, зависть, или вельфигор, лень. Ну, мне кажется, все эти грехи у каждого из нас есть в той или иной степени, просто по-разному мы их можем контролировать. Но человеческое слишком человеческое, не нужно изображать из себя абсолютно святых, все это нам знакомо слишком. Лень, двигатель прогресса, мы говорим, зависть бывает разная. И сегодня, когда мы говорили как раз вот по поводу языка, вот, и различий, допустим, индонезийского и русского языка, допустим, что такое злорадство, да, это вот как раз очень интересная особенность, оказывается, у них есть такая вот черта своеобразная, ну как это взгляд со стороны, может быть и нет просто их особый взгляд, там, чревоугодие, допустим, да, и так далее. То есть все эти моменты, они в любом случае будут в той или иной степени присутствовать. Ну и последнее, что нужно свои доминанты подпитывать с точки зрения творческого процесса, то есть в некотором плане давать им больше возможностей для развития. Ну что это может быть? Положительные эмоции, удовольствие от выполнения каких-то любимых своих дел, связанных с этими доминантами, то есть когда человек занимается чем-то любимым, доминанта развивается несколько лучше, а доминанта позволяет нам находиться в другом хронотопе, в другом пространстве, где мы живем совершенно по-иному, потому что здесь мы сталкиваемся с очень интересной темой, я не, кстати, вот в Рыбинске в онлайн-режиме как-то делал выступление по конференции, посвященную Ухтамскому, с точки зрения восприятия жизни человека, потому что когда человек проживает свою обыденную жизнь без хронотопа, он очень быстро стареет. Когда человек занимается любимым делом, находясь в этом хронотопе, это позволяет ему совсем по-иному воспринимать и свою жизнь, и то, что он делает, и находиться в более продуктивном, более позитивном состоянии, и в результате физически и психологически гораздо реже сдавать себя, нежели чем вот бывает, когда человек находится в каких-то других состояниях. Дмитрий Анатольевич, хронотопа, это само слово и понятие, это произведение самого Ухтамского, да? Да. Оно вообще есть где-то в словарях? В Википедии? Конечно. Ну, вот с точки зрения описания времени, если мы берем буквально хронос и топос, описание времени, но это очень важно, потому что я считаю, когда мы говорим о возрасте человека, минимум несколько хронотопов быть должен для того, чтобы человек был продуктивен, счастлив. Русские говорят, сел на своего конька, условно говоря, когда человек занимается чем-то любимым, это и есть хронотоп, это именно туда. И как только он садится на этого конька, удержать его бывает сложно. А вот когда человек ко мне пришел, например, и пока он не выговорится, он ничего не слышит, у него боль в душе, он пока вот не расскажет свою боль, он ничего не слышит. Поэтому, видимо, люди, которые больны, которые страдают, они выговариваются доктору, психотерапевту или психологу, и надо их внимательно выслушать, потому что пока он не выговорится, он не обнулится, он не освободится от своего хронотопа или доминанта. очищение такое, да? Потому что пока он заполнен этим, туда ничего не помещается, ни хорошего, ни плохого, нового, пока он свое не выдаст. Поэтому мы, как психологи или психотерапевты, вынуждены выслушивать. Он выговаривается, а мы загружаемся. Отсюда возникает у специалистов выгорание, потому что врач, например, должен выслушивать и в день огромное количество больных, негативных вот этих вот. Иногда хочется сказать ему, ну, закройте рот наконец, ну, ты послушай, тебе нужно сделать то-то, то-то, то-то. А он же и хотел бы выслушать, но не может, потому что пока он не выговорится, у него вот эта доминанта работает, которая должна вот наконец-то обнулиться. как компьютер, он завис, его надо перезагрузить. А чтобы перезагрузить, надо выключить на время, то-то, он должен на ноль выйти, то-то, он должен выговориться. Вот это проблема, потому что есть люди в этом смысле для других выглядят токсичнее, потому что вот есть тетенька, например, ну, как она любит, ну, что бы ей ни говорили, да все будет клава хорошо, да все будет там нормально, не волнуйся, она не слышит, она тут же начинает говорить, как вы вот точно сейчас говорили, вы сказали об этом, что она будет все время это использовать как условный рефлекс для включения своей доминанта, то есть она будет да как же будет хорошо, когда вот это-то-то-то-то-то и начинает продолжать выговариваться. Может быть, случайно назвали имя Клава, но если мы возьмем значение имен, я ее назвал Клавой, как условную тетеньку, когда я про нее говорил, я могу назвать ее Клавой, Настей, Мари, или его Ивана, то есть я находился в этом хронотопе, вспоминал эту Клаву и поэтому про нее сказал, то есть я сейчас уже использую эти термины сейчас. Очень интересно про доминанту, мы даже может быть вы обещали еще потом про нее рассказать, может мы так и сделаем. Ну это мы давайте мы на две части разобьем, уже мы полтора часа сейчас общаемся, нужно, наверное, немножко завершать формат такой длинный получается, но я думаю, что продолжение будет и нужно будет немножко более подробно действительно это поговорить. Ну на самом деле просто тема большая, я думаю, она очень интересная и вообще вот эти вот моменты и космизму посвященные, допустим, я очень хочу о Флоренском с вами поговорить с точки зрения восприятия человека, особенностей его видения времени, видения мира и так далее. Это тоже безумно интересно, если вспомнить отца Павла Флоренского, который еще и ученый, так же, как и в Ухтомске, да, если вспомнил, все-таки он сотрудник научно-исследовательского института в первую очередь, несмотря на то, что ходил в Рязь, вот, он же говорил, мы смотрим на икону, а икона смотрит в нас, переводя на русский язык, это портал, это временной и пространственный портал, через который мы чувствуем что-то другое. Когда мы смотрим на картины, что мы видим? Некоторые картины отзываются, некоторые картины не отзываются. Те, которые отзываются, это портал. А в ряде случаев бывают отдельные случаи, когда это не отзывается. И вот, когда приходишь на выставку, ты в первую очередь чувствуешь непосредственно вот эти связи, эти окна, о которых Варенский писал. И они бывают в режиме. У меня вопрос. Как вы думаете, вот люди общаются между собой, мать с сыном, там, или соседи вот в доме. Вообще, когда люди общаются с точки зрения вот доминанта, с точки зрения хронотопа и так далее, они вообще, насколько часто они могут слышать друг друга? По моему ощущению, они вообще не слышат друг друга. Да, я студентам так рассказываю, что когда мы говорим о общении людей, чаще всего оно бывает вот таким. То есть, оно идет созвучным, оно идет параллельным, иногда эмоции совпадают. В прошлом году, находясь на Кавказе, я смотрел, идет группа мужчин кавказских, человек 10, наверное, и все говорят одновременно, и никто друг друга не слышит. Я подумал, как же они друг друга понимают. Там понял, они на эмоциях. То есть, вот они на общей волне, и здесь не важно, что ты говоришь, главное, что есть эмоции, и это как раз то, что вас всех поддерживает. Это интересно. Интересно, да, интересно. Это интересно. Может, поэтому музыка играет роль, и вообще все, что нас окружает, может быть, то, что нас перемещает в некое общее так называемое пространство, или сейчас говорят, модно говорить, поле, или еще чего-то. может быть, как раз таки, как говорил великий испанец-художник, что искусство нам нужно для того, чтобы... Касо? Художник испанец, как же его... Пикассо? Пикассо, да, Пикассо. Он говорил, искусство нужно для того, чтобы страхивать пыль с обыденности, чтобы мы могли из обыденности из рутины реальности, ну, обычной рутинной, ну, там, пошел, хлеб купил, пошел, пришел, пеленки постирал, там, или еще, из обыденности, чтобы выходить, искусство нужно, чтобы вот встряхивать пыль с рутины. То есть, мне кажется, что вот это вот очень у него точное было правильное выражение, потому что, если мы действительно опустимся на бытовщину, вот бытовщину, план выживания, план выживания, что нам надо кушать, гладить брюки, вешать белье в шифонере, вот забивать гвоздик, менять стекло на окне, если оно разбилось. Если всю бытовщину, если люди будут жить только в этой бытовщине, я думаю, они с ума сойдут, потому что это такая механистическая простота, повторяемая, повторяемая простота, а человек по природе творец. Человек по природе творец, ему хочется создавать, не только выживать, ему хочется что-то, только человек способен к идеалам. Я не знаю, кошки и собаки способны к идеалам, мечтам. Кошки точно, когда она хочет прыгнуть на торшер, на люстру, на елку, наверное, у нее свой идеал какой-то в голове есть кошачий, но там нам сложно понять этот идеал, но кажется, у них это есть. У собак, я думаю, безусловно, тоже есть, тем более, существа более интеллектуальные, нежели, чем кошки, но и кошки тоже. Нет, каждый из животных вполне умно для своей ниши, для своей сферы, но, конечно, идеалы у них свои есть, но они немножко другие. Собаки, это хозяин, потому что говорят, что собаки иногда годами тоскуют по хозяину или могут там его искать в другом городе или еще что такое, если это только не мифы. говорят, что собаки очень привязаны к хозяину. Может быть, у него физиология такая, она физиологию окрашивает в идеал. Может быть, это у нас идеализация чего-либо, это чувство совмещается к чему-то большему. Тоже доминанта, все равно это доминанта, если брать как раз этот язык сегодняшний, который мы с вами сегодня использовали, тезаурус, ухтамского, это в любом случае доминанта. Казар Магомедович, нужно завершать, я думаю, мы как-то немножко уже затягиваем. Спасибо вам, от души. Спасибо большое. Благодаря вашим лекциям я столько много узнал в последний год. Я вообще всем нашим участникам Школы Чайбуши и Хомо-Футурс рекомендую, чтобы они ваши лекции смотрели. Потому что там очень удивительно, и очень много вы, как говорится, живете не напрасно. Недаром, что вы сын адмирала. Недаром, что вы ученый, психолог. Поэтому я считаю за честь дружбу с вами. Спасибо вам большое, Батрия Анатольевич. Спасибо, Хасимович. До встречи. Хорошо. Все доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok